Это новый выпуск детских хвостей, и я приветствую вас в студии Ивана Тимофеев. Сегодня мы с вами вспомним самые яркие события уходящего лета, а также выясним, зачем через две недели в Ильянов съедутся самые лучшие борцы мира. А еще мы с вами узнаем новости самой макушки нашей планеты. Сегодня последний день каникул. Это были очень насыщенные месяцы. За них можно было побывать сразу на нескольких исторических фестивалях – Давыдовском, Языковском, Казачьем. Нашей команде особенно запомнился фестиваль живой истории «Волжский путь». Этим летом прошли сразу три важных спортивных события. Первый – Ильяновский полумарафон, всероссийская велогонка «Усвела», чемпионат мира по стрельбе из арбалета. Погода этим летом часто удивляла. Было все – и тропическая жара, и холод, и ураганы с ливними. Помните, дожди в начале августа вызвали настоящие потопы. А еще этим летом в Ильяновске можно было встретить сразу несколько съемочных групп. Так что совсем скоро мы в очередной раз увидим наш город в кино. Лето 2019-го было ярким и интересным. О чем мне запомнилось вам? С этим вопросом мы обратились к ульяновцам на улицу города. Вот и закончилось лето, и, как всегда, совсем незаметно. Позади три месяца каникулы и отдыха. Как вы повели лето, и что вам запомнилось больше всего? Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как вы повели свое лето? Хорошо. Может быть, вы где-нибудь были там на море? В лагере. Что вам запомнилось больше всего? Смена в лагере была очень красочной и интересной. Большую часть времени я провел в деревне, катался на велосипеде, ездили мы на озеро. Мы на море не отдыхали, но довольно-таки интересно проводили время на Волге. В этом году был очень хороший пляж, там сделали пляжные волейбольные площадки. Очень было классно. А что вам запомнилось больше всего? Больше всего запомнился, наверное, недавний приезд в дискотеке аварии к нам в город. Мы отмечали мой день рождения в кафе. Это запомнилось мне больше всего. Приходило много гостей. Я отлично провела лето, работала, веселилась и уловила лучи солнца. Хотя их было мало, но мне все понравилось. Может быть, вы куда-то ездили там на море? К сожалению, нет. Но и в Ульянске неплохо. Надеюсь, вы провели лето так, что у вас сил и энергии хватит на весь учебный год. Пусть он для вас будет успешным. Специально для детских вестей Анастасии Чемедронова. Буквально на них завершилась первая детская экспедиция на Северный полюс. В ней принимали участие ребята из Ульяновской области. О том, как проходило путешествие на атомоходе в нашем сюжете. Северный полюс Северный полюс – мечта многих ребят. Оказывается, чтобы она сбылась, не нужно ждать, пока ты вырастешь и обрастешь бородой. Стать настоящими полярниками могут даже школьники. Мы во северном полюсе! Ура! Это просто... Это как-то долонное свидание. Разве это не космос? А еще у меня один раз... Первая детская экспедиция отправилась в августе на Северный полюс, чтобы отпраздновать 60 лет атомного флота России. На борщ поднялись самые талантливые и любознательные ребята России. Среди них были наши земляки. С нашего Ульяновского региона мне было поручено выбрать двух ребят. Это был Олег Шишов из Ульяновска и Дмитрий Кушнаренко из Димитровграда. Победители Олимпиад, очень талантливые ребята. И они отправились вместе со мной на ледоколе «50 лет победы». Это самый мощный ледокол, самый мощный корабль атомный на данный момент в эту экспедицию. Крайний север, земля чудес, тайн и сюрпризов. Каждый день в Арктике был настоящим событием. Все 9 дней, которые ребята были в плавании, солнце ни на минуту не опустилось за горизонт. Вечеров и ночей в их привычном понимании здесь не было. Путешественники застали полярный день, который длится полгода. Местные обитатели не уставали радовать ребят своим присутствием. На земле Франции Иосифа мы увидели медведицу и двух маленьких медвежат. Медвежата очень интересно себя вели. Медведица уже такая серьезная. Она защищала своих медвежат. А медвежата постоянно за мамой прятались. И вот все хотели сфотографировать. Кроме белых медведей, компанию во льдах юным путешественникам составляли дельфины, моржи и даже касатки. Иногда, чтобы посмотреть на очередного северного жителя, ребятам приходилось бросать все дела. А дел, между прочим, было много. Специально для юных путешественников проводились олимпиады, суды над супергероями и творческие встречи. Что за хороводы вы водили? Специально для того, чтобы поездка для ребят заполнилась еще больше, ребята сделали вместе с Тимуром Ведерниковым под его руководством флешмол. И чтобы еще были красивые фотографии для регионов, каждый из ребят взял флаг своего города, флаг своего региона и вокруг северного полюса выстроились в хоровод. Хороводы, ребята, стали не случайно. Дело в том, что, обходя воображаемую земную ось, можно за считанные секунды пройти все часовые пояса Земли. Поэтому именно хоровод в условии самого крайнего севера это лучший способ совершить кругосветное путешествие. Представьте, что вы достигаете все часовые пояса! Привет, что надо, все часовые пояса! Я вас все дружище, все дружище, не страшны тревоги, нам любые дорогие дороги! Путешествие на макушку планеты и обратно длилось всего 10 дней, но впечатление, которое оно подарило, останется у ребят на всю жизнь. Ведь многие о подобном только мечтают. Поэтому я всех ребят призываю интересоваться наукой, посещать школу Росатома, информационные центры по атомной энергии, научные кружки, писать сочинения, участвовать в олимпиадах, в общем, всячески проявлять себя именно на поприще школьной науки, для того, чтобы в следующую экспедицию обязательно попасть и обязательно в ней участвовать. С днем рождения! Росатом, флот! Ура! Специально для детских вестей Глеб Шашов. 14 сентября в Ильянске откроется первый всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСа. Как и до приготовления к событию мирового масштаба в нашем сюжете. Сколько видов единоборств вы знаете? 5, 10, может быть, 15? Тогда готовьтесь удивиться! На грядущем фестивале ТАФИСа будут представлены около 40 видов единоборств. И вы можете увидеть их все! Две недели осталось в Ильяновске до крупнейшего события мирового спорта, первого международного фестиваля боевых искусств ТАФИСа. Честь стать площадкой грандиозного фестиваля нашему городу выпала не случайно. Почему в городе Ульяновске? Я думаю, что у нас родина единоборств, родина талантов. У нас хорошие разные виды спорта, именно единоборств и олимпийские, так и не олимпийские. ТАФИСа – название международной организации, цель которой – сделать спорт популярным среди жителей всех стран мира. Именно поэтому в предстоящем фестивале, помимо распространенных видов единоборств, таких как самбо, каратэ, тхэквондо, будут представлены наименее известные. Бразийская капоэйра, Восточная Заркана, или, например, якутский масс-рестлинг. Фестиваль боевых искусств стартует 14 сентября. Зрители ждут не только выступления спортсменов-борцов, в программе и мастер-классы, и массовая зарядка, и легкоатлетические забеги, и многое другое. Не думайте, что все это только для взрослых. Даже тем ребятам, кто не интересуется единоборствами, наверняка интересно будет посетить фестиваль исторической реконструкции в Арске. А к тем, кто не сможет выбраться на праздник ТАФИСа, придет в гости сама. 17 сентября запланированы мастер-классы по боевым искусствам в школах нашего города. На них даже те, кто до сих пор не интересовался единоборствами, наверняка захотят приобщиться к спорту. Почему ребята должны пойти на этот фестиваль? Потому что будет много единоборств, будет очень много мастер-классов, и будет интересно. На то, чтобы изучить программу и выбрать самое интересное, у нас есть еще две недели. Ну а пока ведется активная подготовка к празднику ТАФИСа. В спортивный зал Ульяновска заводится новое оборудование. Оно останется здесь после фестиваля, а значит у нас с вами будет возможность тренироваться наравне со спортсменами мирового уровня. В любом случае это в дальнейшем пригодится, закаляя дух, ты будешь намного терпеливее, наустремленнее, потому что спорт, ну спорт это сила, спорт это жизнь. В любом случае он хуже тебе не сделает, не важно профессионально или любительски, да. Поэтому спортом нужно заниматься. Специально для детских вестей Матвей Дерябин. И последнее важное сообщение в этом выпуске. В этом году первая сентябрьская линейка состоится 2 сентября, поэтому не спешите завтра в школу. На этом я прощаюсь с вами. Впереди вас ждет афиша и инструктаж по погоде. До скорой встречи в сентябре. 31 августа день ветеринара. Ветеринарный работник это очень добрый человек, который помогает животным. Я люблю животных. В Древнем Риме тоже были ветеринары. Надо было, когда сражались, лечить коней. У животных все намного сложнее, у них все меньше и нужно все делать очень аккуратно. Я думаю ветеринарам быть очень сложно, потому что за всеми животными не уследишь. У моей мамы папа был ветеринаром. Еще есть несколько примет на 31 августа. Я в русские приметы верю не во все. Лошадь фыркает, ногами перебирает, погода испортится. Но если нечаянно что-то такое случилось, сразу это сделают, типа это примет. Воздух прозрачный, в скором дождю. Завтра будет 1 сентября и первоклассники пойдут в школу. Первый класс. Но поздравляю вас с тем, что будете учиться 10 лет. В школе самое главное выучиться и потом все это знать. Самое интересное в школе это уроки русского языка и еще, конечно, перемены. Как всегда в этот день есть приметы. Если 1 сентября придешь в первый класс, то потом будешь долго учиться. В день знаний лучше стоять разом с учителем, потому что это к удаче. Есть такая примета, что если на 1 сентября родители поругают ребенка, то весь год у него будут плохие оценки. Если ты хорошо себя ведешь в школе, тогда учителя будут хорошо к тебе относиться и любить тебя. Школа это хорошая вещь. Радуйтесь жизнью, пока вы не поступили в первый класс. Ребята, которые пойдут в школу в этом учебном году, я желаю вам хороших отметок, добрых учителей и самых хороших друзей. Подадите учителю хорошие цветы. Думайте, в 1 сентября только день знаний, а еще день работника газовой и топливной промышленности. Нефтяник это тот человек, который как-то связан с нефтью, как-то ее производит, добывает. Чтобы нефть помогала человеку в делах важных каких-то. Из нефти делают бензин и помаду. Из нефти можно делать пластмассу, резину, да хоть весь дом из нефти можно сделать. Спасибо нефтяникам, что они выкапывают нефть. И я прощаюсь с вами. Всем пока-пока. У меня сегодня у дедушки день рождения. Поздравляю дедулю. Желаю счастья и здоровья. С вами Евгения Эйхман. И это инструктаж по погоде. С сегодняшнего дня погода пойдет на поправку. На линейку в честь дня знаний даже выглянет солнышко. Правда, может быть, природа немножко сплакнет, провожая лето. Но мы-то с вами знаем, что делать. Берем на праздник зонтик и не боимся испортить парадную форму. Всем удачных выходных и хорошей погоды!